На момент выхода этого видеоролика на календаре 3 июля. Июнь пролетел, но главное-то что? День воскресный, день чудесный на дворе. Друзья, рад вас всех приветствовать. Я стараюсь угодить всем. И в силу того, что на канале подписано огромное количество человек, которым интересна автотематика, в этот воскресный день я вас познакомлю как раз с таким выпуском. Прямо сейчас мы находимся в городе Люберцы, куда мы приехали к одному хорошему менеджеру, который работает у официального дилера Nissan. Поблизости с нами есть также Mitsubishi и Hyundai. И вот сегодня мы с ним пообщаемся вживую. Какая ситуация в масс-сегменте? Более того, бренд, в котором он работает, он очень крупный. И, например, в Nissan вы можете купить машину Mazda. И все это легально, официально. Как это работает? Плюс ко всему, в новостях пролетела новость о том, что где-то в Московской области стоят десятки, внимание, десятки тысяч автомобилей. Я начал разбираться в этом вопросе. Выяснилось, что подобных парковок еще больше, чем просто одна. Короче, обо всем по порядку в этом сюжете. Приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Знакомьтесь, Иван. Вань, привет. Спасибо большое, что согласился принять участие в этом маленьком сюжете. Насколько я знаю, с 2015 года ты пошел работать в автобизнес. Да, все верно. А до этого ты вообще чем занимался? До этого учился. Ну и когда ты пришел работать в автобизнес в 2015 году, вот можешь вспомнить первые эмоции, первые продажи, первые полгода работы? Как это было? Да, слушай, я пришел в 2015 году, но по факту пришел в компанию, в которую без опыта работы в тот момент брали. И на такое глобальное большое обучение. То есть я учился примерно там 4 месяца и по факту работать начал только в 2016 уже там году. Когда появилась Крета, только-только вышла на рынок, и я, получается, попал в такой прям максимально сочный, жирный кусок продаж. Когда я там в первые месяцы продаж, будучи зеленым в этом бизнесе, да, выдавал уже по 20-25 машин. Потому что за Кретой люди бежали, там были дикие наценки, пошла вот эта волна с допами. И по факту вот там первые 2 года своей карьеры, скажем так, да, автомобильного бизнеса, я прям, ну, чувствовал себя максимально. То есть ты, получается, в корейцах работал, да, в Хёнде? Да, в Хёнде. Сколько вот примерно за месяц чистыми ты как менеджер по продажам вот мог получать? Смотри, я даже специально считал, средняя зарплата уже на руки за вычетом налогов, она была полностью официальная, все нормально, на карточку. А где-то 150 тысяч рублей. Для 2016 года это, мне кажется, шикарно, правильно? Да, я чувствовал себя прекрасно. Я там незадолго до этого закончил учиться, и там по факту зеленый студент, а уже с такой зарплатой. А работал сколько, 5 дней в неделю или каждый день? 5-2 по классике, но получалось из-за того, что такие большие объемы продаж, прям огромные объемы, приходилось там приезжать к 8, уезжать в 10 вечера, и там выходные свои выходить, и практически там 7-0 получается. Но, как говорится, оно того стоило. Да, ты даже не замечал. Как бы ни за двадцатку, ни за тридцатку ты вкалывал 5 дней в неделю. Слушай, перемещаемся мы сюда. В Ниссане ты работаешь последний год. Да, чуть-чуть больше с хвостиком. Когда ты пришел в целом, вот смотри, мы смотрим, рядом активная, хорошая такая проездная часть, кругом много домов. То есть подъездная инфраструктура для этого автосалона хорошая. Да, метро вот оно прямо сразу. Метро рядом. Вот с точки зрения вот этого расположения, у себя народ вообще много приходит или так? Год назад, когда я сюда пришел, несмотря на то, что было лето, в любом случае выходные были выходными. То есть в субботу, несмотря на то, что там дачи какие-то, да еще что-то, все равно пешего трафика было достаточно. Действительно, много людей заходит, много людей покупает. Одним днем, на самом деле, работая у другого дилера, была такая ситуация, что там одним днем машина, например, выдавалась малая. Там я до этого в Мазде работал. А здесь я прямо на контрасте заметил, видимо, из-за того, что все-таки область, с региона много людей. Очень-очень много выдачи именно в выходные было одним днем. Пришел, купил, уехал, пришел, купил, уехал. И действительно прямо на поток. Пойдем посмотрим твое рабочее место. Пойдем. Друзья, пойдемте, зайдем, посмотрим. Самое главное, вот вы сравните. Мы недавно ездили в салон BMW, как это просто сделано с точки зрения инфраструктуры там, как это сделано здесь. Я к тому, чтобы вы просто понимали разницу, масса сегмент, примялка и так далее. Ты, кстати, не думал никогда пойти работать в BMW, например? Слушай, иногда мысли такие проскакивали, но глобально это такой достаточно сложный сегмент, потому что клиенты другие, очень большое количество моделей, очень большое количество комплектаций, двигателей. То есть перестроиться нужно там 3-4 месяца минимум. А я как бы начав работать там в автобизнесе, взял на себя определенные ответственности, там жена, ребенок, ипотека. И таких там, да, промежутков без зарплаты позволить просто невозможно. Слушай, я правильно понимаю, что вот это условно ваши в том числе рабочие места? Да, у Nissan была такая корпоративная политика, что нету вот этих стандартных, типа сел за стол. Да, 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 это так остались, грубо говоря, пережитки. Пошли в ту сторону, чтобы с клиентом общались в такой, в неформальной обстановке, то есть там, типа барной стойки, просто где удобно с ноутбуком, там сели, вот что-то типа того. А прямо сейчас я задам очень важный вопрос для всех автомобилистов. Помните ли вы, до какого числа у вас полис обязательного страхования ОСАГО? Вот, а без него ведь ездить-то нельзя. Штраф. А что будет, если не дай бог в ДТП попал? И продлевать его своевременно, друзья, очень важно. У нас есть зритель, акционер канала, который последние 6 лет занимается услугами по оформлению страховок. И для того, чтобы получить полис ОСАГО сегодня, не нужно никуда ехать. Сегодня вам даже и компьютер не нужен. Достаточно иметь телефон, на котором установлен WhatsApp. Я вам вывожу на экран номер человека, по которому вы с ним элементарно связываетесь, скидываете ему фото ваших документов, ожидаете 30 минут. Вам делают расчеты, пишут цену. И, соответственно, если цена вас устраивает, вы производите оплату, после которой в течение 10 минут вам прилетает полис ОСАГО. Безусловно, бесплатная консультация, работают со всеми страховыми, подбирают для вас наиболее оптимальный вариант по цене. Все, что вам останется, в лучшем случае, это его распечатать, чтобы он лежал у вас в автомобиле. Можно точно так же проверить через базу, что именно ваш полис относится к вам. Именно поэтому, ребята, посмотрите в свои документы, до какого числа у вас полис ОСАГО. И если вам эта услуга сейчас актуальна, переходите по ссылочке ниже и заказывайте. Если же нет, скрин сделайте, чтобы потом не спрашивать, а кого ты там рекомендовал. Всем тем, кому нужен, а полис нужен всем. Переходите по ссылочке и делайте. А мы с вами едем дальше. Работа менеджером в автосалоне, вот сейчас на улице, ребята, жарища. Вы посмотрите, Иван, в рубашечке чистенькие, все ребята одеваются. У вас это как бы в обязательном порядке, правильно? Ты как я вот так на работу, приди, по шее. Ну, как только я начну, даже там, грубо говоря, меня ждет клиент, я немножко опоздал. А сразу подойти там, начать общаться, уже как бы, ну, все плохо, нельзя. Надо переодеться. Вот увидят тебя по камере, это штраф? Нет, по факту руководство в этом вопросе лояльно. У нас, на самом деле, отдел продаж за последние полгода выстроился в таком ключе, что действительно все друг другу доверяют. И дошло до того, что ты сам подсознательно не хочешь подводить руководителя. То есть он тебе не подойдет, не сделает это замечание, это замечание сделают ему и сделают вышестоящее руководство. И дабы такого не допускать, у нас уже действительно там прям хорошие такие отношения. Где твой столик? Вот там сижу. Ну и, короче, продолжаем. В рубашечке здесь у вас кондей, кофе можно попить, да, автомат стоит, пожалуйста. То есть сюда ты садишься? Да. То есть ты пришел, с чего твой рабочий день начинается, во сколько ты обычно вообще приходишь на работу? Слушай, график у нас разный, он 5-2, но с плавающими выходными. Сейчас, ввиду того, что суббота, воскресенье стали хуже, чем будние дни, поэтому смысла никакого приходить на работу там в субботу, грубо говоря, в воскресенье, особого нет, только если там выдать машину людям. Поэтому у меня выходные, воскресенье, понедельник, по графику 5-2, смены там в целом с 10 до 7, с 11 до 8. И то, опять же, руководитель, например, в этом вопросе лоялен, он не любит работу ради работы, чтобы нас сюда пришло там 10 человек, и мы сидели без дела просто так. Галдели, галдели. Да, создавали вот эти кружки по интересам, поэтому зачастую вот у меня там 5-2, а полмесяца 4-3. То есть 3 дня выходных, 4 дня работаю, но по графику, опять же, там с 10 до 7, стандартно 9 часов в день. Ну, пример приведи, ты приходишь на работу к 10 часам, то есть ты приезжаешь, наверное, за 15-20 минут до начала? Ну, в среднем, да, там, за 10 минут. Ты пошел, переоделся, приходишь сюда, садишься, включаешь компьютер. И что ты там в него смотришь первым делом? Есть какой-то блок контактов, который клиентов там ведешь. Сейчас вести стали немножко подольше, потому что в любом случае их не так много, и сразу там отсортировывают, скажем так, все по-любому не покупают. Мало кто-то делает. Есть какой-то блок контактов, проверяешь, смотришь, есть ли у тебя какие-то там живые по-русски клиенты, которым нужно прямо сейчас там, грубо говоря, уже в 10-11 часов позвонить, узнать, вдруг приедут и так далее. Все, как бы, ну, сейчас времени, все, свободен, можно ехать домой, отработал. Ну, по факту, да, сейчас все складывается к тому, что звонки есть, трафик есть, ну, было там, спасибо, да, руководство делает какие-то там, ну, маркетинговые штуки, где-то там, может быть, заманивают ценами, но в целом звонки есть, есть с чем работать. То есть трубка звонит там стабильно, ну, минимум, наверное, 2-3 раза в час, и это уже хорошо. Слушай, вот ты обронил такую хорошую фразу, людям наверняка будет интересно про это послушать, вот заманивают человека. А часто происходит на фоне этого конфликтные ситуации, когда вам звонят, говорят, здрасте, увидел там на каком-то портале, что у вас стоит Qashqai, там, условно, там, за 1-800, к примеру. По факту, ты начинаешь смотреть и понимаешь, что этот Qashqai 2-300, и человек тебе говорит, а-а-а, вор, врун, машина. Ну, слушай, ну, это такая достаточно тонкая ситуация, до маразма, естественно, не наводим, то есть человек, ну, объявлений, во-первых, таких нету, что, грубо говоря, машина стоит 2,5 миллиона, а мы рекламу дали, что отдадим сегодня за миллион. Ну, вот такого точно нету. Есть автомобили, на которые указаны выгоды, там, за трейд-ин, за кредит, человек звонит по минимальной цене, и мы, как правило, там, сразу ему объясняем, говорим, что да, это за трейд-ин, за кредит, зачастую там все сразу спрашивают, а если за наличные, мы говорим, честную цену, да, вот столько. А живешь-то далеко отсюда? Видно, город видно. То есть, сколько тебе в доработку берется? Сейчас ехал 45 минут. Ну, а самое быстрое, самое короткое? Самое быстрое 20 минут. Это, наверное, воскресенье какое-нибудь, да? Да, даже не в субботу, в субботу все равно какие-то партики. Проект есть, а вечером домой возвращаешься? 30 минут в среднем, ну, опять же, вечер, это если после 8, 30-35 минут. Слушай, ну, а дальше-то ты приехал, у вас здесь какая-то столовая, не знаю, для сотрудников, где питаетесь? А столовая была, закрылась. В связи, вот? Ввиду того, что, да, количество людей сокращается, и по факту, ну, они просто не вырабатывают то, что им нужно. Стандартные какие-то доставки, ну, когда с собой, когда доставки там самые простые. По коллегам как? Ты уже здесь работаешь больше года, а некоторые наверняка длительный срок? Есть ребята, которые работают 2-3 года, да. Ну, нормально, быстро отношения выстраиваются. Слушай, коллектив реально сейчас очень хороший. Противных нету? Нету, там, крыс каких-то, кто как-то в темно работает, еще что-то. Ну, реально все, максимально доверительные отношения. То есть, чириса на работе не присутствует, слава богу. Ребят, обратите внимание, стоят тестовые автомобили, те самые, на которых вы можете пройти тест-драйв. И вот один из первых, сейчас, я так понимаю, флагманская модель для России, это Pathfinder. Да? Как вам правильно? Pathfinder? Ну, Pathfinder, да. Pathfinder? Вот сколько такая малышка стоит сегодня? А, слушай, опять же, аппетиты сначала вскочили, там, до ценников в топовой комплектации в районе 10 миллионов, чуть пониже 9. А сейчас подснизились, машины есть, но их немного, и, там, топовую можно до 8 миллионов купить. А официальная, вообще, розница? Официальный прайс под 7. За топовую? То есть, короче, на оценка будет примерно 500 миллионов. Да. Но, опять же, смотри, если взять комплектацию, вот, которая у нас в салоне стоит, бизнес, да, она считается непопулярной и самой простой. У нее прайс 5800, ее за 5800 можно без проблем купить. Ну, а есть вообще какие-то спросы на эти машины? Вот, конкретно, Pathfinder, что пришло? Очень маленькие. Маленькие, да? Ну, можно сказать, что нет. Вот, пойдем дальше, смотри, следующий у нас идет Murano. Murano, в принципе, тачка хорошая. Старовато, конечно, по начинке, по оснащению, но, тем не менее, как комфортная машина, надежная, более чем. Вот она почем? 5500. 5500. То есть, ну, а дешевле же есть машины? Это максималка, да, подешевле где-то 4905. Официальная розница плюс-минус? Официальная розница 4500. За максималку? За максималку 4700, что-то вроде такого. Вот на них спрос есть? Тоже очень-очень минимальный. Короче, смотрите, нахрен, короче, идем дальше, нахрен. Так, у нас X-Trail. Здесь уже лучше. Вот сегодня плюс-минус разбег какой у них? РРЦ на, например, первую, одну из самых популярных комплектаций SE, начинается с 2 990. И за 2 990 ее можно купить. А самая топовая какая-нибудь? Самая топовая стоит 3650, это LE Top, вот, собственно, такая же, точно, с адаптивным круизом, там, и так далее, ну, максималка. А она 3650. Ребята, чтобы вы понимали, ни в коем случае в данный момент мы там не какую-то вам рекламу снимаем, мы вам рассказываем реалии авторынка, вот, конкретно у одного из дилеров, какие сейчас идут цены. Вы должны понимать, что на сегодняшний день уже, ну, по сути, момент выхода июль вообще наступил, до этого были цены, там, и за 2 700 можно было с полным приводом богатую комплектацию забрать гораздо. Это все было, но, как говорится, машины пропадают, и об этом мы сейчас тоже поговорим. Ты рано? Да. О, а мы что-то про него даже не сказали, а он как бы существует, да? Да, продается, но, опять же, очень мало, хотя ценник достаточно лояльный сейчас в текущих реалиях, 1 600 000 можно купить, но они остались только на механике, на автомате в России больше нету, видимо, из-за этого спрос подсел. Слушай, ну, и на этом месте, судя по всему, должен был стать Кашкай, он уехал на тест-драйв, он, наверное, вас кормит всех, Кашкай? Он, по факту, является, наверное, сейчас, да, таким локомотивом, потому что достаточно бюджетная цена, машины есть, и, как бы, там, до 2,5 миллионов можно рассмотреть. Опять же, это я все говорю исключительно за наличный расчет, там, без трейд-ина, без кредита, без каких-либо скидок и так далее. То есть, вот эти машины, которые мы видим за твоей спиной, это шоурум, да? Да. Образец, а вон те с бантиком, это уже на бронавыдачу. Да. Вот пойдемте, ребят, поближе, смотрите, вот интересный момент. В силу того, что ключ авто, куда мы приехали, это, на самом деле, довольно-таки крупная такая сетка, и к ним ходят и Ниссаны, и Хёнде, и Бентли, и что только нету. То бишь, весь список я вам выведу на экран. Для чего я вам это говорю? Вот обратите внимание, мы приезжаем к официальному дилеру Ниссан, но здесь стоит Тигуан. С одной стороны, раньше, по крайней мере, было так, что вот эти вот мультибренды, это, как правило, уже не официал. Но на сегодняшний день вы его выдаете, и это официально, то есть со всей гарантией. Вот расскажи, как это происходит. Это происходит абсолютно просто. Документально и юридически автомобиль выписывается клиенту в официальном деле Volkswagen. Конкретно здесь это у нас волоколамка. Соответственно, по факту человек может и там купить, но я нашел здесь себе клиента, грубо говоря. Заключили с ним контракт, я привел ему автомобиль, и здесь мы просто физически его выдаем, но документально он проходит, как официальный дилер Volkswagen, волоколамка. То есть, как будто бы он съездил туда? Как будто бы он забрал его там. И то же самое, если, допустим, какой-то автомобиль стоит сейчас, например, в Краснодаре. Где угодно. Его можно привезти сюда. Это занимает логистика? Вот тоже расскажи. Логистика по-разному, в среднем это три дня. Основное направление у Ключафты это юг, вообще весь, Ростов, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Адыгея, в общем, очень много. Оттуда в среднем три, максимум пять дней, это прям от момента заключения контракта до выдачи. А есть более отдаленные площадки, типа Ставрополь, Омск. С Омска там чуть-чуть подольше, ну там 10-12 дней. Но опять же, такая ситуация, что есть все бренды. И, соответственно, предложить можно абсолютно любой. И в радиусе текущей ситуации 3-5 дней, ну согласись, это не так много. Это мало того, что не так много, так это более того, в чем еще крутость. Вот мы с вами давно работаем, и мы были просто прикольный момент, что, например, стоит машина, к примеру, 2 миллиона рублей, но она стоит где-нибудь на юге. Он говорит, да это не проблема, пусть люди кидают предоплату, бронируем машину, ее привезут через те же самые три дня. И мне все время казалось, типа, нифига себе, это нужно откуда-то везти, это эвакуатор, по-любому это нужно платить человеку, но при этом эти все расходы падают на нашу компанию. А что будет, если, допустим, привезли машину, поставили, а человек говорит, типа, я придумал покупать, и вроде как ты ее притащил, тебе какой-то штраф за это дадут? Слушай, на самом деле компания в этом вопросе как дала инструмент, так и достаточно лояльно подошла, потому что, ну я же не могу проконтролировать все жизненные ситуации клиентов и так далее. Грубо говоря, выдав там 10 непрофильных автомобилей, принеся определенную там прибыль, все понимают, что у меня один-два клиента там на тот же Mercedes, либо на другой бренд могут отказаться. И эти риски и расходы закладываются. У нас на самом деле логистика построена таким образом, что доставка одного автомобиля там зачастую оказывается не очень дорогой, потому что едут целые автовозы. И поэтому это не один автомобиль с эвакуатором, это большой автовоз и все удобно. Так, ну что, расскажи, кто у нас сегодня? Получается, это Qashqai кто-то из вас выдавать будет? Да, коллега мой. Вот это X-Trail? Это X-Trail, да, максимальная комплектация. А вот это у нас, Лагуана, это какая комплектация? Слушай, это комплектация статус с какими-то пакетами, такая достаточно жирная. Ну, он с полным приводом. В районе 4 миллионов даст. В районе 4? Да. А вот этот Qashqai, который выдается? Qashqai в районе 3, потому что это полноприводный вариант комплектации ЛЕ+. Таких сейчас вообще не найти, да. Это прям супер редкость, еще и с коричневым салоном кофе. А, ну да, ну да. Вот так вот, ребята, Qashqai 3 миллиона. Раньше за 3 миллиона было время в 2013 году можно было купить Patrol в жирнючей комплектации за трешку. Итак, ребята, мы пришли на площадку, которая называется на сленге у вас отсыпка. Да. То бишь, сюда, простыми словами, отсыпают автомобили. Раньше, ты говоришь, здесь были в основном новые только. Да, и была такая ситуация, что происходили там, грубо говоря, конфликты с отделом автомобилей с пробегом, потому что нам на автомобиле производители везли, везли, везли. Стоянка, которая у нас дальше там многоуровневая была переполненная. Здесь просто некуда их было ставить. То есть прям была проблема. Считали места, выделяли там под новое определенное количество мест. То есть все было в притирку. Ну, это буквально там 3-4 месяца назад. Сейчас же ситуация поменялась. Место просто там, если пройти посмотреть кучу, оставь куда хочешь. Вот это тоже интересный момент про вашу крытую парковку. Она где-то здесь поблизости есть? Сколько у нее уровней? А там, начиная с 6 уровня до 10, до 12, исключительно наши. И там она тоже была всегда полная новых автомобилей. Плюс-минус сколько мест парковочных? Ой, слушай, ну не соврать, на одном уровне, наверное, минимум 40. С одной стороны 40. Ну, где-то 80, наверное, на одном. Ну, и, соответственно, там 5 уровней минимума. Ну, 400 машин новых. Примерно, да. Это вот на вас, на дилер Nissan. Nissan Mitsubishi Hyundai, да. Mitsubishi Hyundai. Ребята, шоколадные времена были, но прошли. А сейчас, короче, здесь новых машин как много? Мало. Ну, то есть это вот по факту 2 ряда вот здесь стоит. Вот это новые машины? Да. Пойдем чуть-чуть дальше. По-живому посмотрим, хотя бы будем знать, что из нового есть. Опять же, вот видишь, что у Volkswagen стоят. То есть это даже не нашего бренда машина. Это наша Волоколамка. А, просто у вас здесь. Наши официальные дилеры Волоколамки. Мы сюда переставили автомобиль. Вот, Тигуанчик стоит. Это Таус, Таус. А, Таус вообще точно. Опять же, на него цены сейчас производитель сам Volkswagen задрал. И он там стоит вот в этой комплектации 3 миллиона. Короче, производители, да, я не знаю, на что они рассчитывают. При этом... И по факту вот второй ряд и все. Дальше все, автомобиль с пробегом. Вот так вот. А раньше здесь было очень много автомобилей. Грустно от этого? Да грустно, конечно. Народ приходит, короче, смотрят, видят цены. Вроде тачка есть, цене космос, продаж нету и все расходятся. На самом деле, да, хорошо, что люди смогли адаптироваться все-таки к тому, что тебе приходят, тебе доверяют, что ты говоришь. Я любой автомобиль вам могу предложить. У нас в рамках холдинга действительно их очень много. Ну, пока склады прям хорошо набиты. И люди готовы 3-5 дней подождать, договориться, внести деньги, там, не видя автомобиль. Хотя в текущих ситуациях, как бы, должно быть наоборот, да, они должны доверять, типа, и так далее. Но доверяют, ждут, машины приходят, спокойно выдаем и так далее. То есть, в тех же крупных игроках на рынке, типа, Рольф и Автомира, там даже в Москве между ДЦ такого нету. То есть, они до сих пор имеют только свои склады. Там есть ребята знакомые, да, грубо говоря, вот у них стоит 10 Кашкаев сейчас свободных, а у другой площадки 15. Вот он не может с той площадки продать автомобиль, только там по какой-то серьезной договоренности и так далее. У меня же открыт весь склад холдинга, от Лады до Бентли. И просто, если у меня есть клиент и статус автомобиля свободен, я его продаю без проблем. Даже если через час там появится клиент, все равно автомобиль мой. То есть, вот эта возможность дает пока себя чувствовать спокойно. Слушай, а вот с точки зрения отгрузок, вот Ниссан-то вам что сейчас сказал? Все, хрен в этом году не будем приводить? Последняя отгрузка была в феврале. И все? Все, да. А ты не знаешь, у них перезаводят машины, по-любому какие-то готовые стоят? Слушай, такая история вообще веселая. Они нам долго не говорили, производили они автомобили, не производили, работал завод или нет. А в какой-то момент сказали, что завод запустился, но через 3 дня сказали, что все, он не запустился. И в итоге только буквально пару дней назад какой-то там заместитель кого-то в Ниссане объявил официально, что завод приостановлен до 1 сентября. А у нас логичный вопрос, а он типа работал? Ну, как бы мы не получали автомобили уже последние там 3,5 месяца. Объявили, что он только что приостановился. Может быть какой-то там заговор, может какие-то санкции, и они не могут нам отгрузить автомобили. И ввиду вот последних фотографий с большими складами, складывается впечатление, что машины есть, но они просто не могут их отгрузить. Короче, ребята, смотрите, вот интересный момент, вышла новость, что вот в Московской области обнаружена площадка с огромным, там написано с десятками тысяч новых автомобилей, которые нахрен никому не нужны. Ну, во-первых, давайте так, смотрите, если посмотреть даже на эту площадку, десятки тысяч автомобилей, это когда 20 тысяч больше, ну, десятки, раз, там, два, да? Там машин и близко столько нету, там тысяча, это в лучшем случае, мне кажется, там тысяча будет, это во-первых. Во-вторых, есть еще площадки по Московской области, где также сад автомобилей просто где-то поменьше, сильно больше нету. В-третьих, он находится, эта площадка возле Шереметьево. Мне написал один знакомый пилот, он говорит, Дим, всегда там было огромное количество автомобилей, потому что там какая-то перевалочная база, там у них чуть ли не своя таможня, там логистическая компания работает. И то есть это общий склад, куда все стягиваются, и вы должны понимать. Вот я, например, общаюсь с одним менеджером Киа, он говорит, ну смотри, 10 тысяч автомобилей Киа отгрузила. 10 тысяч, ни хрена себе много. Но ты посчитай, 190 дилеров у нас примерно, если разбить, там, это примерно 50-55 автомобилей на дилера на месяц. Но это Киа, которые раньше продавали гораздо больше, и этого количества, ну, по-хорошему, месяц-два, ну, три, ладно, с учетом того, что пиалотекущие продажи идут. Поэтому любую информацию нужно анализировать, собирать. Я постараюсь сделать отдельный сюжет. Возьмем коптер и поедем по этим площадкам, покатаемся, посмотрим. Так, например, человек написал, я это и публиковал в Телеграм-канале, всем вам говорю, подписывайтесь, там реально есть интересные посты, инсайды. Две тысячи автомобилей сделали Мерседес. Была интересная схема, говорит, делали под КАМАЗ, типа заказчик КАМАЗ, две тысячи автомобилей, но потом продавали это все дилером, выдавали. Говорят, как вот началась операция, сразу все это заморозили, машины типа попали под санкции, потому что КАМАЗ попал под санкции. И все, и машины, машины есть, но они стоят. Ну и, короче, вот таких историй очень много. То бишь, сами производители торговать-то хотят, но кто-то сверху, тайный, тайный рыцарь, просто-напросто таких возможностей не дает. И даже вот твои фразы о том, что мы запустились, они запустились, кто-то позвонил и сказал, типа, вы что там офигели, и они сразу опустились. Да, буквально 2-3 дня и все, и якобы преподнесли так, что хватило запчастей только там на 300 автомобилей. Все, больше нет, мы остановились. Вот начинается февраль, в марте дохрена здесь народу было на покупке автомобилей. То есть все прям пошли спасать свои деньги. Начиная вот с 24 февраля, по факту февраль был неплохой, были, ну, такие стандартные рядовые продажи, но потом пошла волна такая достаточно серьезная, да, начиная с 25 и где-то числа до, наверное, 5-7 марта. Ну вот, короче, март вы прожили, апрель, май, на сегодняшний день кончается июнь. Как у вас вообще июнь прошел? Слушай, на удивление, май прошел хорошо. Мы боялись того, что на все вот эти события наложатся еще майские праздники, и людей не будет вообще. А по факту получилось так, что в те же майские праздники, которые были длинные, машины продавались, выдавались, опять одним днем выдавались, было все достаточно неплохо. Ту цель, которую на этот период нам ставили, мы в целом там выполнили за май. А июнь оказался, ну, прям грустным, ну, честно, грустным. Вот чтобы людям было понимание, грубо говоря, май раньше, это сколько было продаж за месяц, вот в прошлом году? В прошлом году это где-то 80-100. Вот, а в этом году в мае? А в этом году 30. 30, и как бы 30 это уже даже не было? Это уже хороший показатель. А второй момент, а в июне сколько у машин продавались? В июне нам сейчас говорят о том, что очень-очень хорошо будет, если мы там сегодня еще несколько автомобилей выдадим, и это будет 20. 20. И это уже будет хорошо. А во сколько сейчас работает? У нас сейчас объединенные отделы продаж, мы по факту и Mitsubishi, и Nissan, но 20 машин, я говорю про Nissan, 10 человек. А раньше было? Раньше было 18. То бишь вот этих 8 человек их сократили, и они как бы увидев, что рынок загибается? Кто-то ушел, кто-то, да. Ну, в большинстве случаев получалось так, что, естественно, ушли те, ну, у кого там показатели были не самые лучшие, и они просто сами понимают, что, скорее всего, в текущей ситуации будет еще сложнее, и по факту просто... Ну, вот ты работаешь, ты держишься как у тебя? Нормально? Удается продавать? Благодарю тебе. Так что, ребята, все контакты у меня в описании сделаем в лучшем виде. Поймите правильно, у меня на него свои выходы, руководитель у него есть, надо продавливать, а не так, что вы придете, и все. Потому что, наверное, раз люди удивляются, они заходят в салон, какого хрена, блин, мне такое предложение, а тебе оно выгоднее? Ну, в первую очередь, не то, чтобы там какие-то тайны, нужно уметь строить с вами диалог, да. Это первое. Смотри, вот, вообще, мысли в целом, ребята, если уходить из автобизнеса, то куда? Да, смотри, на самом деле, да, ситуация такая и сложная, и страшная одновременно, что вроде бы понимаешь, что завтрашний день неизвестен, да, то есть неизвестно, что будет через 3 дня, через 5 дней, в июне, в июле, в августе. Понимаешь, что каждый сейчас выдает там 2-3 машины. Платят на самом деле за 2-3 машины хорошо, достойно по нынешним меркам, но если вдруг уйти, даже там выдавая 1-2 машины, я здесь получаю там какие-то деньги, ты не понимаешь, куда вообще. Ну, то есть пришел недавно парнишка, который работал у нас, решил устроиться в автомобиль с пробегом, выждал вот эту паузу, там, грубо говоря, с марта до сейчас, и он был в шоке просто от того, что поехал к какому-то мелкому дилеру, абсолютно там несерьезному, на фоне там Ральфов, нас и так далее. И ему, как в классическом голливудском фильме, сказали, что стой в очереди на собеседование. Это реально правда. Он простоял в очереди в автомобиль с пробегом, куда раньше тебя бы забрали просто сразу, моментально. И ему сказали, что, слушай, ну, у нас там 30 кандидатов, поэтому мы тебе позвоним. Вот так. Раньше, если бы он туда пришел, в собеседование это было бы просто формальности. Мы бы сказали, конечно, все, давай пошли оформляться. Ребята, по классике, у меня теперь есть пистолет в виде камеры. Так, находим. Ой, бля, хомуха. Прикольная тема, если можно было бы приходить сюда так вот одному шататься, чтобы никто с тобой не ходил рядом. Так, значит, что у нас есть? Kia Soul 2019 года, 52 500 км пробег, цена 1 миллион 395 тысяч. Автомат? Автомат, хэтчбэк. Вот, пожалуйста. Кто у нас? Крето, давайте. Щелкнем. Крето, вот это 2018 года. Hyundai Creto, 2018 год, пробег 52 000 км, 1 миллион 149 тысяч рублей. 1,6 мм, механика. Так, вот там где-то были еще, знаете кто? X-Trail и Qashqai. Пойдемте их глянем. Ну, просто на самом деле, если так вот, да, пришел, поторговался еще маленько. Я, например, после того, как поездил на вторичке, понял одно, что если в идеальном состоянии найти машину, там, два года, ну, максимум три, от первого владельца, будет неплохо. Потому что, почему нет? Денег-то сэкономить тоже хочется. Если денег дохрена, то, конечно, хочется купить себе новый автомобиль. Ну, вот, пятилетний Nissan X-Trail 2017 года. Пробег 115 тысяч, вариатор 2,5, миллион 449. Максимальная комплектация. Это максималка вот эта? Так, это у нас 16-й тоже год. 106 тысяч, тоже полтора миллиона. Где свежий? Вот, 20-го года. Это, знаете, это больше похоже, как киндер-сюрприз. Ты когда открываешь, так и думаешь, блин, ну, что там интересно внутри. 2020 год, пробег 48 тысяч, миллион 849, 2 литра, вариатор. Пожалуйста. 2,5, ну, 2,990. 2,990. Охренеть. Вот ты мне скажи, вот сейчас в этой ситуации, в силу того, что цены тоже выросли в космос куда-то, и так они были дорогие, так еще как бы вас всех, брендов, дилеров, неплохо нагнул младше, выше стоящий ваш продавец с точки зрения того, что вам в марте активно успели втютюхать машины по новым ценам. Сейчас вам никто не собирается никак это компенсировать, и вы как бы должны сами людям втютюхивать это по новым ценам. Еще многие, в том числе, пытаются продать и по новой РЦ, еще и с наценкой. Поэтому цена уходит вообще куда-то в никуда. Ты мне скажи, вот автомобили с пробегом на основании этого сейчас сильно стали популярнее? А, слушай, да, на самом деле у нас как инструмент открыли то, что я там могу и их в том числе продавать, то есть разрешили вообще все. Здесь тоже есть такая забавная ситуация, что очень много автомобилей были куплены как раз в период вот этого скачка, куплены очень дорого, и когда все начало падать, они просто встали. Ну, потому что они стали практически как новые по цене. Сейчас вторичка реально просела, то есть те машины, которые стояли, например, и были куплены хорошо, те машины, которые уже начали, там покупались в апреле, в мае, оборачивать все-таки вторичку нужно больше, потому что это сразу быстро живые замороженные деньги, и действительно она сейчас просела, и с новыми получается большая разница, какая она и должна быть, то есть человек, приходя там за X-Trail, понимая, что он стоит в той комплектации, которую он хочет, там 3-400, двух-трехлетний он может взять там за 2-2-200, то есть получается большая разница и в принципе покупает. переоценка автомобиля с пробегом идет там каждые, грубо говоря, 3 дня, и она действительно может, какая-то модель, которая тебе понравилась, она может падать большими кусками, то есть, грубо говоря, ты сегодня увидел X-Trail, который тебе понравился, стоит с пробегом 2-600, через 10 дней он может стоять 2-300, и то есть тебе ничего просить не надо было, а скидка сама 300 тысяч за несколько дней наросла. Хорошо, такой момент, вот я приезжаю к тебе, говорю, Вань, X-Trail есть у вас, или если там зайдет какой-то, вот 2-100, я готов дать, вот если что-то будет живое, звони, тоже вариант, тоже вариант, и вы ставите там себе на конкурс, такие есть вообще люди? Здесь уже индивидуально зависит от менеджера, то есть тот, кто заинтересован, он себе, конечно, сделает пометки, программа позволяет сделать себе напоминание, все, каждый раз, когда поступают автомобили в трейд, да и на выкуп люди на комиссию ставят, это у всех менеджеров с пробегом отражается, быстро появляется информация, чтобы он мог предложить своему клиенту. Тестовые автомобили должны были откататься определенное время, и потом их можно было выставлять на продажу, а сейчас ты говоришь, что все, можно все, сейчас производители такие жесткие стандарты отменили, да, и по факту, так как эти автомобили куплены еще раньше, там, в 2021 году, и на них очень хорошая закупка, а в рамках холдинга их разрешили реализовывать, да, продавать любую модель абсолютно. Так, а если вы продадите все эти тестовые автомобили, придет человек, скажет, я хочу тест-драйв пройти, то что, типа, иди сам ищи. Ну, к сожалению, да. Прикол, блин. Видите, как вот меняется рынок, с точки зрения тестовых автомобилей, что, ну, и сейчас, в принципе, еще можно прийти, взять на тест-драйв, какие-то оклеенные машины, поехать покататься, а здесь у ребят сделана следующая ситуация, вот, про там, Mazda CX-5, Sportage, Creta, Cerato стоят, это новые машины, но, прокатиться на ней ты можешь по территории, то бишь, короче, в город тебя на ней не выпустят, потому что, ну, нахрен, машина не застрахована, не дай бог, не ты так в тебя, и это будет целая проблема, а сейчас нынче все дорого. А так, по территории, маленечко покататься можно, ну, посидеть, пощупать, принять для себя решение, нужна она тебе или нет. BMW, кто себе хочет? Сейчас, короче, BMW найдем за полтора миллиона, в идеале. Так, третья серия, 2019 год. Смотрим. BMW, третья серия, 2019 год, пробег 23500, 2 миллиона 849 тысяч рублей. Седан, да, задний привод, ну, пожалуйста. Так, кто у нас еще здесь? Трешка, еще трешки, 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 вот, пятерочка, вот, пятерка, вот эта, знаете, вот, какой у нее единственный минус, вот, чисто для меня, что она не без М-пакета, с М-пакетом они, как-то, поинтереснее сразу смотрятся. 2020 год, пробег 40 тысяч кмэ, цена 3 миллиона 249 тысяч рублей, автомат, задний привод, пожалуйста. Сейчас, вот, интересные моменты разные происходят, вот, многие же говорят, типа, дилеры наглые, да, я ни в коем случае даже спорить не буду по этому моменту. На днях мне пишет человек, говорит, у меня BMW, 520 бензин, задний привод, 2014 года. Я, говорит, хочу уезжать из страны, вот, решил ее продать, и говорит, продать ее хочу за 3 миллиона 250 тысяч. Я говорю, а что не за 4? Он говорит, ну попробуйте за 4. Ребята, 2020 год, пробег 40 тысяч кмэ, 3 миллиона 250 тысяч. И вот, когда человеку говоришь о том, что да ты ку-ку, это, ну, сверх цена, ну, ну, буду искать клиента, ищите. И мне говорят, знаешь, помоги продать. Я говорю, я что, дурак, что, ну, как вот я выложу такое объявление, скажешь, Машков, ты что, с ума посходил, да. Ну вот, смотрите, пожалуйста, пушка-гонка, третья серия, черная, я так подозреваю, это пленка. Матовая, да. Вставки, Хамон, колеса, да ты глянь, пожалуйста. Виталий, это ты себе такую хочешь, по-любому. В М-пакете. Сейчас мы посмотрим, в какую цену ласточка. Значит, это 2 литра, дизель, полный привод, автомат, само собой, пробег 30 тысяч, 200 километров. Цена 3 миллиона 599 тысяч рублей. Виталий засмеялся, Виталий это оператор, и понял, что не нужна ему такая машина. Вот, но по внешнему виду зацените, вот, с ней бы поторговаться, опять же, ну, за сколько ты бы ее забрал бы себе? Слушай, за 3 миллиона. За 3 миллиона, я тоже считаю, что 3 миллиона, полный привод, дизель, колеса, если это оригинал, вставки по сплиттеру, вот эти передние и задние, ну, блин, так ты, интересно, сел, попер, поехал. Когда приезжают такие машины сдавать, ты не спрашивал? Что, кредитная была, наверное, бабки кончились, работа кончилась, или как? Слушай, да, вот, про конкретно эту не скажу, а так сейчас действительно пошел такой, пошла такая забавная тенденция, люди звонят и говорят, там, я хочу их 7-й сдать в трейд-ин, купить Pathfinder или Murano. Ты говоришь, какого года? Они говорят, 20-го, пробег 30 тысяч. Ты логично задаешь вопрос и к 7-й, и Pathfinder, ну, как бы, почему? А он говорит, слушай, я на ТО поехал, а мне сказали, просто фильтр 30 тысяч, масло еще 30, и в итоге обычное плановое ТО уже сейчас, это типа там 100 тысяч, и я понимаю, что да, мне этот пылесос не нужен, это клиенты, так говорят, и таких действительно много. Пошли, вот у нас сдавали X5-го, взяли Araba, сдавали Porsche, взяли Land Cruiser Prada с пробегом, то есть, ну, тенденция того, что премиум, почему-то стали бояться и скидывать, она реально пошла, прям повально пошла. Но при этом, те, кто скидывает, это машины не кредитные? Нет, это чаще всего, ну, кредитные тоже принимаются, без проблем закрываем, то есть, это вообще легко можно сделать. Вот послушайте, пожалуйста, меня внимательно, очень важная информация, это целая затравочка для вас. Я стараюсь делать выпуски сейчас два раза в неделю, воскресный выпуск и по четвергам, но на этой неделе прошедшей мы летали в одно очень интересное место, куда я изначально, честно вам скажу, лететь вообще не хотел, потому что думаю, ну, какая-то неинтересная история, но когда мне начали про это рассказывать, в какой-то момент я заинтересовался. Когда я оказался на месте, в первый день, мы там были два дня, нам устроили обзорную экскурсию, вот вы вдумайтесь, мне 32 года, оператору 22 года. Когда мы прошли и нам рассказали, что там происходит, мы просто офигели. Я серьезно говорю, я, наверное, за день очень много раз был вот с такими глазами. Друзья, я вам просто рекомендую не пропустить этот выпуск. Я вам сейчас специально не хочу рассказывать все детали, но я рассказывал, сейчас мы снимаем про Ниссан в Ване, я рассказывал таксисту, с которым я возвращался, когда прилетел в Москву, я рассказывал это родителям, жене. Все задают один вопрос, чего это правда и это находится в России, почему об этом не говорят по телевизору, почему про это не говорят по радио, не пишут в газетах. Да ладно, такого быть не может, это не по-русски, такого не бывает. Короче, огромное количество информации, мы сняли там вот такой сюжет, поэтому он выйдет, но я постараюсь все это красиво и грамотно смонтировать, чтобы вы посмотрели, поняли всю линию. Но это просто изюм по материалу, это реально полезный, крутой контент. Потому что, зная ситуацию других, когда там у меня товарищ работал, по-моему, Борис Хофф, не помню, или в общем на Варшавке возле Коламбуса BMW дилер. У меня там работало два товарища, с которыми мы работали там в другом бренде. Им в один момент просто пришли и сказали, ребят, все. болт автотрейд. Да, просто все. То есть оставляем там несколько человек на сервис, сервис работает, отделы все продаж, там страховые, кредитные, все, все до свидания. Да, вот это жестко. И все, и они не знают, что делать. Особенно, когда ты не можешь сам, как человек, быстро адаптироваться в другие реалии, уйти. Но ты думал, если вот, допустим, тебя коснется, вот просто, даже для себя, завтра придут, тебе скажут, типа, Иван, все, до свидания. Куда, чего, как? Честно, Дим, не хочется на этот счет думать. И пока вот прям так, чтобы размышлять куда-то, не думал, ну, не думал. Но по факту, даже когда такие небольшие мысли об этом появляются, становится немножко страшновато, потому что, ну, действительно, у меня там недавно родилась дочь, у меня там 3 года сын, ипотека, и ты понимаешь, что жена в декрете, у тебя максимально серьезная ответственность там за детей и так далее. Начинаешь думать о том, куда, и знаешь опыт сейчас своих товарищей, которые уже не могут найти работу, становится как бы, ну, страшновато, если честно. Да, конечно, хреново. Короче, ребята, я думаю, мы максимально сегодня осветили картину, показали вам, что происходит вот на местах у официального дилера, менеджер, Nissan, все как положено, сходили на новые машины, посмотрели на старые. Тебе за это огромное спасибо, большое спасибо руководителю твоему, который без проблем дал зеленый свет, и мы здесь ходили, снимали, никто нас не трогал. Друзья, мы будем двигаться дальше, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все новые сюжеты, в том числе, тот самый сюжет, который выйдет у нас про одно интересное место в нашей стране. Подписывайтесь на телеграм-канала, если вам нужен новый автомобиль, обращайтесь, сделаем вам все в лучшем виде, от и до. Сделаем? Сделаем, конечно, без проблем. До новых встреч всем, пока-пока. Пока.